Знаете, я нашла главного своего оппонента. И нет, это не Люся со второго подъезда, это каждый из нас. И важно понимать, что мы сами вставляем палки себе в колеса. И мы главные свои враги, друзья. И здесь как кто с собой договорится. То есть нужно понимать, что в каждом человеке есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Есть моменты мотивации, вдохновения, так называемые. Есть моменты эмоционального дна. Эмоционального выгорания. Но очень важного качества во мне маловато. Не то, что его совсем нет, но маловато. Знаете, какое качество? Это усидчивость. Раньше, когда я занималась музыкой, я была пианистом. Четыре часа в день мне нужно было минимум заниматься, чтобы достичь какой-то цели. Четыре часа в день. А мы не можем для себя найти иногда и 15 минут. У нас всегда есть отговорки, что у меня нет времени. У меня нет времени на себя, дети, брак, понимаю, мужчина, готовка, работа. 15 минут у нас не найдется времени на себя, чтобы привести себя в порядок, чтобы прочитать книгу, чтобы выучить пять слов. Всего лишь 15 минут в день. Но каждый день система усидчивости, терпения не хватает. А это самое мощное качество в человеке, которое может помочь свернуть нам горы. Я человек творческий, а все творческие люди ищут вдохновение. Эту неуловимую музу, которая вот спускается к тебе. И ты творишь, творишь, а потом год сидишь голодным. Я говорила как-то в одном видео, многие художники остаются неизвестными, многие музыканты остаются голодными, потому что они ждут этого вдохновения. Нужно уметь запускать процессы, как по щелчку. И нужно знать, что тебя выбивает из колеи, чтобы этого не было, чтобы это предотвратить. Конкретно у меня есть основных три пункта, как выработать привычку действовать. Смотрите, мы когда просыпаемся, мы идем чистить зубы. Это обязательная процедура, это ритуал, гигиена. Мы же не говорим, что, ой, что-то я сегодня ленюсь, пойду-ка я с грязным ртом. Или там, ну, сами, да, понимаете, это абсурд. Или, извините за откровенность, вы хотите в туалет. Вы же идете туда, вы же не терпите или не говорите мне, что-то мне лениво сегодня. Принеси-ка мне, Люся, памперс. Бедная Люся, кто меня смотрит, девочки, ничего личного, просто вот это имя сегодня у меня в фаворите. Поэтому важно найти определенный рычаг влияния на себя. Это может быть какой-то маленький ритуал, который запускает в нас процессы на действие, на движение. Допустим, на мне, например. У меня работа в интернете, и поэтому для меня мой ритуал, это я убираю на рабочем столе. Потому что я знаю, что если будет все виснуть, будет тупить, я буду психовать, и это что? Это повод свинтить. Это повод сказать, ой, техника говно, не хочу я сегодня ничего делать. Все против меня. Начать желательно с малого. Я никогда не понимала такого метода, что возьми крупную цель, как вообще, да, допустим, распределить свой день. Возьми крупную цель, начни с чего-то масштабного, вот прогенералить надо всю квартиру. Ну, кто захочет? Конечно, мы будем это от себя отталкивать как можно дальше, а потом скажем, что у нас голова болит, все, до свидания. Начать лучше с чего-то мелкого. Два-три дела, которые, в принципе, не в напряг, но они разгонят в нас энергию. Есть такая фраза «Главное начать». Вот это как раз-таки из этой оперы. Второй пункт – это пишешь дело, которое тебе нужно сделать прямо сейчас и просто повесить куда-то на видное место. На компьютер, на холодильник, к которому мы так часто подходим. То есть нужно, чтобы это дело постоянно мелькало перед нашими глазами. И тогда организм будет сам давать сигналы, давать энергию на выполнение этого действия. Я сама по себе человек-спринтер. Я не могу планировать на дальние дистанции, на год план. Нет. Здесь и сейчас. Ну, максимум на месяц. И у меня была такая сложность. То есть главное быть последовательным. То есть ты поставил себе в плане, мне нужно сейчас вымыть посуду. Вот отключаю все, мне нужно это сделать. И быть последовательным. Мы часто удивляемся, что почему люди обещают и не выполняют. А если ты сам себе обещаешь и не выполняешь, и не достигаешь целей, не хвалишь себя, не стремишься на развитие свое, то как мы можем требовать это от других людей? То есть видите цель и не видите препятствий. Постоянно нужно знать, к чему мы идем. Сбои будут. Но быть последовательным эта привычка вырабатывается, ну, даже не за месяц. Но и то за 21 день, в принципе, можно сдвинуть с мертвой точки и понять, что это кайф. Да, прокрастинация это классно. Я тоже люблю залипать в телефоне, лежать, лазить там в инстаграме, в ютюбе. Это круто, мне это нравится, я так отдыхаю. Но важное правило. Сначала сделай, а потом иди отдыхай. И также важно создавать устойчивую привычку выполнять дело, вот когда пришла мысль. Наверняка у каждого из нас бывает так, что появилась мысль в голове, ой, у меня в шкафу там пещера. Нет, ну ладно, завтра. Все, это убило. Завтра это слово убийца. Или союз но это слово убийца. То есть, допустим, я хочу, чтобы у меня было чисто, я хочу разложить все, чтобы у меня были классные сеты, я на дело пошла. Но все, дальше можно даже не говорить. Это но убьет. Никаких но. Правило номер один. Не искать отговорки, а искать пути решения задачи. Не нужно искать легких путей. Конечно, всем хочется лежать на диване, я тоже так хочу. Да, вот лежишь, а все само собой делается. И если вы хотите какую-то для себя привычку, новую привить себе, то нужно понимать, что если вас ломает, это то, что вам нужно. Привычка не может даться легко. Мы вырабатываем систему, и мозг нужно тренировать системно. Как и любую мышцу. Мы же ходим в спортзал, накачаем мышцы. Мы знаем, что за одну тренировку ничего с нами не случится. И за один день тоже с нами ничего не случится. Поэтому очень важна система. Почему мы порой не можем делать и жить так, как мы хотим? Вы задавали себе когда-то этот вопрос? Я уверена, что всему виной это комплексы. Это зажимы, это блоки, которые мы усердно строили на протяжении всей жизни, которые не позволяют нам жить полноценно. Что я подразумеваю под словом полноценно? Для себя. Не оборачиваясь, невзирая на то, что скажут люди, и не ожидая какую-то оценку со стороны. Я хочу, мне так хорошо, и от этого я отталкиваюсь по жизни. Я согласна, это очень сложно. Но опять же, мы можем выработать, что мы слышим, мы прислушиваемся к нашим близким, к тем, кто желает нам добра. Но в то же время все равно пропуская через свою призму и получая нужный нам ответ и результат. А не чтобы он устраивал кого-то. Откуда берутся эти зажимы и комплексы? Потому что человек приходит в этот мир абсолютно чистым сосудом. Он не стесняется себя, своей ноготы. Он не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Он чистый лист. Элементарно. Как правило, все на поверхности. Как правило, это запомненные фразы, которые отпечатались в душе. Которые, как рой пчел, атакуют тебя постоянно на бессознательном уровне. И при желании фраза, произнесенная каким-то человеком, которая на тебя повлияла, может быть тобою воспроизведена с точностью до интонации слов. Ты помнишь, очень хорошо. У меня была такая ситуация с мамой, причем она знает об этом. И она очень переживала, когда я ей вот не так давно озвучила, что мама, знаешь, вот была такая ситуация. И я вот там после этого, я сейчас вам расскажу. Она очень запереживала и сказала, что дочь, ну я же это делала без злого умысла. Но ребенок, я говорила неоднократно, что в детстве все травмы, конечно же, в юношеском возрасте, когда психика еще не окрепшая, когда ты не можешь, у тебя нет иммунитета. И ты очень уязвим. Так вот, как-то в детстве я пела дома в караоке. У меня мама обалденно поет, я музыкант, но, как говорит моя мама, мне мой папа подпортил слух, и я действительно не совсем могу, слышу я звуки хорошо, но воспроизвести мне нужно очень большие усилия, чтобы не сфальшивить, допустим, при исполнении той или иной песни. И она мне сказала, когда я пела песню, что доченька, ты же музыкант, а вот так фальшивишь. Я сразу остановилась, положила микрофон, и больше я не пела, ни при ней, ни при ком-то, но, наверное, ей лет, ну больше 15, представляете? Реально, я стеснялась. Я всегда слышала эту фразу, когда там друзья шли в караоке, я всегда отмалчивалась. Но просто вот есть такая особенность, что не всегда могу попасть в ноты. Ну вот так вот. Когда разводились мои родители, мой папа, тоже бессознательно, сгоряча сказал мне фразу, я не буду ее повторять, которая породила, зародила во мне чувство вины, от которого я не могла избавиться долгое время. И только вот не так давно, где-то с год, я вытащила из себя этот блок и поняла, в чем была причина того, что я всем хотела угодить. Это чувство вины. Это вот после этого случая, вот прям 100%. В школе мне все говорили, вот у тебя коленки кузнечик, у меня действительно очень необычная чашечка, чем-то похожа на Жизель Бюндхен, у нее тоже остренькая, но у нее ляшечки есть такие мясные. Я сейчас очень похудела, борьба за тело, привет. Тут буквально вчера посмотрела на себя в зеркале и сказала, что ой, привет, мои юношеские коленочки. Сейчас я к этому отношусь с улыбкой, тогда для меня это была катастрофа, я не носила юбки вообще. Я долгое время не могла принять свою грудь, точнее ее отсутствие. И в школе часто горбилась, не носила ничего обтягивающего, боялась, я ненавидела уроки физкультуры, в частности бассейн, я старалась найти тысячу отмазок, я болею, критические дни, еще что-то, только чтобы не показываться раздетой, худая, еще и без груди, кошмар какой. К чему я все это? К тому, что нужно знать своего врага в лицо. Но, так скажем, комплексы это наш враг, блоки это наш враг. Мы с ними бороться, воевать не будем, это бесполезно. Бесполезно подходить к зеркалу и говорить, я красивая, я красивая, или я успешная, я богатая. Ты не будешь этому верить, работать с причиной, а не уже со следствием. Мое правило, это составить список всех своих комплексов и ищите не способы борьбы, а истоки этого. Вспоминайте ситуации, после которых вы почувствовали себя ничтожеством. Это может быть самая обыкновенная фраза, просто сказанная человеком даже не во вред вам, не чтобы вас обидеть, но это ваше слабое место и это засело у вас. Как правило, если вы думаете, что, ну нет, я не вспомню сейчас такой фразы, вы лукавите, либо вы не хотите доставать это из подсознания, потому что вам это доставляет боль, и я вас понимаю. Но главное, как к этому подойти? Я предлагаю вечер пятницы, в субботу, если вам не на работу, посвятить вечер себе, привести тело в тонус, тело будет благодарным, принять ванну с солью, намазаться классным кремом для тела, благоухать, заварить чашечку вкусного ароматного чая, съесть что-нибудь миниатюрное, вкусное, полезное, и просто вспомнить, кто, какая скотина вас зародила, какой комплекс. Но не чтобы обвинить этого человека, а чтобы понимать, с чем работать. Не буду голословной, и сразу приведу свой пример. У нас же очень откровенная с вами работа, так скажем. Есть такое правило золотое, чтобы что-то уменьшить, нужно сначала это преувеличить, чтобы что-то облегчить, чтобы стало легче, нужно сначала сделать очень больно. Потому что, как только мы преувеличиваем до вселенского масштаба, когда мы устаем от этого преувеличения самобичевания, мы понимаем, что в принципе моя проблема это вот такая мизерная часть огромного мира. Каждый человек в жизни играет какую-то игру, и я предлагаю вам поиграть в игру трагедии. У меня все плохо, я самое худшее создание на свете, самое никчемное, вот прям, вот прям, вот что есть духу, вот мочить себя по полной. Как только вы почувствуете, что ваше состояние перешло в раздел «Ох, блин, ты меня достала, я не хочу». Ну да, вот никчемный. «Да не такая уж я никчемная, а что это я вообще никчемная?» Как только вот это состояние наступает, какого-то примирения, смирения, и ты устала уже от этого, вот тут начинается работа. Но сначала нужно себя довести, целенаправленно довести до этой ручки. А потом возникает такая чудесная фраза «И что? У меня нет груди». «И что? Она как-то мне мешает? Как может мешать то, чего нет?» И просто посмеялась. Вот так я прорабатывала свой комплекс по поводу маленькой груди. Что, ну реально, самоирония, но нет у меня груди. Ну и что? Вот если мне никто не будет об этом говорить, я как-то себя почувствую, дискомфортно нет. Она мне не мешает. Она у меня не болтыхается. Я классно занимаюсь на беговой дорожке или там в принципе спортом. У меня грудь не прыгает, не выпячивается, не выпадывает. Это шикарно. Это же замечательно. Да, сейчас очень много вот этих вот девушек инстаграм. Действительно, смотришь, думаешь, господи, ну богини сплошные. Чудеса фейстюна плюс рука хирурга лучшие средства на земле. Но не все девушки, но на многих я смотрю и понимаю, что, ну они же пустые энергетически. Человек, который так сильно зациклен на своей внешности, точнее, на переделывании себя, мне кажется, априори не может быть развитым в чем-то другом. Потому что все силы восстановления, такой стресс для организма, они бросают в то, чтобы себя перекроить. Энергию и внутренний магнит не пришьет ни один пластический хирург. Поэтому я за то, чтобы девушки себя там меняли, главное, чтобы им было классно, главное, чтобы им было в кайф. Но начните с души. Как только появятся хобби, дела и интересы, поверьте мне, времени будет меньше уделено такой составляющей личности человека, как его оболочка. Но услышите меня правильно, я настаиваю на том, что женщина для себя должна быть очень ухоженной. Вот ухоженная женщина для меня красивая женщина. Я за то, чтобы женщины себя улучшали, макияж, косметолог, но не за то, чтобы себя перекраивали, перештопывали. Вопрос на опережение. Комментарии в студию у самой-то губы накачены. Да, я никогда этого не скрывала и в отличие от многих наших звезд, я не говорю, что губы я просто поправилась и у меня губы поправились вместе с лицом или блеск памп. Я говорила, что я сделала себе губы, но я сделала себе губы в момент развода, в момент эмоционального дна. Я не знала, как выйти, как вытащить из себя женщину, как почувствовать себя сексуальной. Я могла это сделать, только сделав себе губы, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы почувствовать какой-то эротизм, потому что внутри не было этого. Я пыталась это на себя все надеть, как маску. Я тогда не знала, что нужно было работать изнутри начинать. КОНЕЦ 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 Это такое подевает чувственность, это осанка, это в принципе то, что нравится это выражение чувствуемой. Чтобы лучше чувствовать жизнь в танец, как в танец может быть лучше научить и чувствовать в будущем. Первый год. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы комплексуете, что вы глупые. Окей. В чем проблема? Решай. Бери интересующие тебя дисциплины. Вот я, допустим, сейчас адекватно понимаю, что я школьную программу вообще не помню, я географию толком не учила. Ну, не то, что не учила, рассказывала, оценки получила. Но не для себя, а так, чтобы выдать и забыть. И сейчас, чтобы там что-то вспомнить. Нет, библиотека закрылась уже давно в голове. Я сейчас понимаю, что мне нужно восполнять то, что мне интересно. Мы взрослые люди. У нас в руках это оружие. Наша воля. Воля наше оружие и наше испытание. Когда у нас, у взрослых людей, уже никто не говорит тебе извне, что тебе делать. Тупой ты. Ну, я имею в виду, да, вот нет родителей, которые там, над тобой, в принципе, ты сам отвечаешь. Свобода воли и действий. Поэтому никого не обвиняй, а делай. Найдите недостающий элемент. Подчините гаечку, которая у вас сломана. И тогда весь организм в унисон заработает и такую вам отдачу даст, что вы просто обалдеете и достигнете нереальных высот. Я в это верю. Я в это верю.